Меня зовут Наташа, мне 20 лет. А расскажи, почему ты себя считаешь нимфоманной? Потому что я столкнулась с проблемой. Люди часто разграничивают и думают, что нимфомания — это что-то такое прям воодушевляющее, крутое, когда девушка хочет парней, других девушек, и с ней можно делать что угодно. Я поняла, что в моем случае это выходит за рамки, когда я начинаю страдать, и моя гиперсексуальность, она мешает мне в повседневной жизни, в учебе. Наташа учится на политолога, а в свободное время подрабатывает фотографом. Но главная ее страсть, по ее же собственным словам, — это секс. Попытка получить удовольствие. То есть я не всегда испытываю такое удовольствие, как это принято описывать везде. Если ты не чувствуешь удовлетворенности, ты дальше продолжаешь искать чего-то. И чем больше у тебя нет удовлетворения, тем больше у тебя партнеров. Это сложно. Меня зовут Ольга. Мне 39 лет. Я сексоголик. Ольга рассказывает нам о своей зависимости анонимно, потому что сейчас она живет в счастливом браке. Муж о ее слабости ничего и не подозревает, а за плечами девушки уже много лет в сообществе анонимных сексоголиков. Сначала было не стыдно, сначала я гордилась собой. Я гейша, я там, блин, коварная роковуха, коварная соблазнительница. Там у меня нет никаких... Я знаю, как найти ключи к каждому человеку. Это было очень круто. Это были победы. Наверное, какой-то один из первых моментов, когда я подумала, что вообще-то гордиться нечем, это когда я поехала с человеком в очень крутую гостиницу, у нас там была связь, и он заплатился всю ночь. Он говорит, ну ладно, чего, короче. Я туда поехал, у меня как раз сейчас типа теннис, я как раз успеваю на аккорд и все такое. Ты хочешь оставаться на всю ночь, просто там все оплачено и все такое. Я говорю, да, вообще нет проблем, потому что у нас не было отношений, то есть у нас был только секс, и это всем было понятно. То есть всякие там ми-ми-ми, они не нужны были никому. Ну блин, это так больно, когда просто тебя используют. И я использую. И я тогда поняла, что это вообще не весело, это никакая не победа на самом деле, это одиночество. Медицинский термин «нимфомания» появился в 18 веке, как диагноз для женщин, сексуальное поведение которых выходило за рамки общественных норм. Если, например, заглянуть в диссертацию конца 18 века, то там под определение «нимфомании» попали бы, наверное, почти все женщины на заводе «Флаконы» в Москве. То есть это все женщины, которые имели добрачный секс, эротические фантазии, которые были бы соблазнительными, которые пользовались бы обстанной лексикой и испытывали оргазмы. То есть очень много дискуссий вокруг «нимфомании» было связано с гендерными стереотипами того времени, с политической повесткой, с моралью. Для лечения предлагалось женское обрезание, клитородиктомия. Для контроля верности использовались специальные железные пояса. Диагноз «нимфомании» сегодня ни один доктор на планете Земля к счастью поставить уже не может. Но такой, так сказать, психологический, скажем так, диагноз, или просто концептуализировать как сексуальную зависимость, многие так делают, и сексологи, и психотерапевты. Но надо понимать, что-то, конечно, там не признанный абсолютно диагноз всем мировым сообществом. И мы не хотим медикализировать секс. Мы не хотим... Ну, мы обожглись уже очень серьезно, потому что похоже, что... Ну, потому что мы сталкивались с тем, как людей, я не знаю, клеймили диагнозами по поводу их сексуального поведения, а потом они оказывались в тюрьмах, их пытали, все что угодно еще. «Нимфоманка-триера» тоже простытое осуждение, которые веками накладывались на женскую сексуальность. Главной героине в детстве приходят образы Миссалины и Вавилонской блудницы, которые не стеснялись своего распутства. Как и первые нимфоманки в истории, героиня-триера отвергает социальные ограничения. Я не похожа с тобой. Я нимфоманка. И я люблю себя, чтобы быть одной. Но, above all, я люблю мою хрень и мою хрень и дурненькую last. Встреча анонимных сексоголиков, на которые Джо отправляют на работе, это для людей, которые осознают свою похоть как проблему. Я знала, что я сексоголик. Но для меня сексоголик – это педофил, маньяк, нимфоманка, все ужасные, старые, страшные и просто на полном дне. А я не такая. И мне было крайне сложно туда прийти, потому что я думаю, они там точно кончены извращенцы. А я просто потерявшийся, заблудший ангеловчик. Вообще изначально это как комплекс того, что тебе… Ну, был комплекс именно неполноценности. То, что нужно именно какое-то внимание к себе, то, что вот прям как будто доказать себе самой, что ты вот красивая, стоящая, классная. То есть компенсировать вот это так. А-а-а, у меня здесь шрамы даже есть. Это настолько было прям неприятие своего поведения, неприятие своей внешности, непринятие своих желаний. То есть, ну, это был сухарм. Вот у меня сам непосредственно акт близости это не цель. То есть, да, этого было много, все такое, но мне не интересно самое интимное. Мне интересно все, что происходит до этого. Вот это соблазнение, опасность, интриги, там, быть пойманной. Еще у меня был такой особый вид приключения, как вот я вижу каких-то людей в соцсетях, которые выставляют какие-то фотографии. Вот я с коляской, ну, мужчина, да, вот моя жена, прекрасная красавица, там, вот мы, и вот добиться свидания с этим человеком, это было прям отдельное, короче, приключение. Была ужасная история, там, на одной из работ, где у меня было человек, наверное, семь, с которым у меня было в разные годы, там долго работала, в разные годы связь, вот, и эти люди, они все там работали. То есть, ну, типа, ты приходишь на корпоратив, а там семь человек, с которыми, в принципе, спала. Я нахожусь в полиаморных отношениях сейчас, и для меня, в принципе, не существует такого понятия, что я вот там с одним партнером, и все. Я могу их менять так часто, как я захочу. Соответственно, мой партнер тоже. Мне было чаще проще принимать, что я просто там люблю секс, а не то, что это становится проблемой. Но когда я поняла, что я отвлекаюсь там от важных дел, я никуда не еду, я могу пропустить что-то, там, я не прихожу домой, хотя у меня есть дома дела. Так получилось как раз, что мы познакомились с моим будущим мужем, я поняла, что это действительно, вот, ну, как сказать, человек, который мне нужен, действительно. Надо же понимать, что я с этой похоти ничего с ней не делала, я ее просто куда-то отодвинула, как будто это была проблема, которая решалась просто правильным человеком. И вот добавили в эту формулу правильного человека, прошло три года, и у меня опять началось, потому что, как бы сказать, и в голове ничего не поменялось, просто притормозилось. То есть это уже было такая, как вот, типа, как наркотики, ты остался без них, и ты ищешь, где сейчас, сейчас, вот эти все безумные наркоманы. Получается, что нюмфомания, это не про любовь к сексу и сексуальную раскрепощенность, а скорее про травму и психологическую нестабильность. Самое страшное, что четкого решения у этой проблемы нет, хотя сексуальная зависимость в 18-м году попала в международную классификацию болезней. По разным оценкам, ей страдает около 3-х процентов населения, но за тысячелетнюю историю лучше понять нюмфоманок у нас так и не получилось.